В крупных сетях, вроде Медиаморта, вот это такие немецкие сети, у них 30% всех продаж приходится на кросс-продажи. Я специально покупал у них холодильник, они ко мне прилипли и сказали, скажите пожалуйста, а вы хотели бы свет дополнительно сделать там какую-то более красивую? Подскажите пожалуйста, а вот тут надо еще определенным средством обработать, вам бы желательно на год вперед взять, я так посчитаю на год сколько, они на год на 5000 нагружают всякой ерунды. Я так делаю вид от балды, говорю, да конечно, и затем смотрю дальше, а они говорят, вы знаете, надо холодильники чистить специальной там какой-то щеточкой, специальной штучкой, вот, вот и вот. Слушайте, а когда я покупал у них стиральную машину, они мне предлагали очень дорогой борошок дополнительно сверху, к стиральной машинке, чтобы не было вот этой накипи, я вспомнил, еще какую-то штуку предлагали, снова дорогую, затем я взбестился и сказал, нет, а не тут же, смотрите, а вот за то есть российская в три раза дешевле, тоже хорошая. Кросс-продажа позволяет увеличить дополнительно ваш средний чек, попробуйте помимо унитаза, если у вас есть ершики, извините, там есть ершики и есть вот такая вот штука, ну как это, стаканчик для вот этого ершика. Я специально в Леруа Мерлен, тоже есть такой сетевой крупный магазин, наблюдал такую ситуацию, женщина стоит, причем не очень хорошо одетая, и она говорит, подайте мне совет по ершикам, а сам смотрю, то значит ершики есть от 40 рублей, самые дешевые, до 4 тысяч рублей, я не знаю, как у вас, но у вас за 4 тысячи какие-то ювелирные, индивидуальные работы, она косится за 4 тысячи. Подходит продавец, смотрит на нее, что он делает? За 40 рублей, я смотрю на ее реакцию, первая реакция, вторая реакция, третья реакция, продавец, на нее ноль внимания, продолжает рекламировать за 40 рублей, говорит, обалденно, вам сколько надо штук? Говорит, мне надо по-1, да по-лучшему, что он делает? Вы знаете, тут у нас есть ершики за 300 рублей, она снова делает, и я чувствую, что за клиент, я как ни в чем не бывал, правда, тогда было холодно, я был в куртке, говорит, вы знаете, тут есть обалденный ершик ювелирной работы, просто уникальный, правда, есть еще круче ершики в другом магазине, знаете, какая реакция? Где? Продавец смотрит, такими глазами при мне, то стоит 4 тысячи рублей! Я говорю, подскажите, пожалуйста, вам как, с ювелирными украшениями или нет? Она такая, а что, есть? Я говорю, можно сделать, вот, в Сваровске приходите, даете, он вам украшения делает, ну, дальше я добавляю фишку, которую мы добавили к другим продавцам, Но будьте осторожны, это опасно! Почему? Обзавидуются подруги! Ну, немедленно! Где? Все, я просто направил в другой магазин. Продавец, у меня был такой же аналогичный случай в другом. Приходит очень грязный, весь в грязи дикой, просто с пачками, человек-колхозник. И такой, значит, смотрит, нам вот эти макбуки, короче, в магазине DNS. У нас такие магазины, и смотрю, он смотрит за 100 тысяч рублей, а я смотрю, у них ценники перепутаны. То, что стоит 100, он стоит на самом деле 45, а то, что 45, стоит 100. Но он смотрит на ценник, с ценником он переводит взгляд. У него продавцы с двух сторон, как вот презрительно, отворачиваются. Я вижу, кто передо мной. Передо мной фермер. У фермеров очень много денег, и этого почему-то мало кто знает. Я когда проводил тренинги в другой компании, увидел такой фермер, с собой куча грязи несет, и говорит, мне, пожалуйста, 5 котлов! И 100 тысяч вот так вот вываливают, грязнющий. А я эту тему уже знал. То есть я ее прохаловал, и я ему подхожу и говорю, вы знаете, так и так, так и так, это просто изысканные, ну там, в общем, делая презентацию макбуков, я говорю, вам для каких целей? Говорит, почту проверить. Я говорю, вам как нравится, тоненький или толстенький? Он смотрит за 100 тысяч тоненький, но он же, по идее, чуть-чуть дешевле стоит. Он говорит, вот этот хочу. Я говорю, смотрите, здесь цена перепуталась. Я беру, так ставлю, вот так вот продавец. Ты что делаешь? Я говорю, у вас цена перепуталась. Он смотрит, да, действительно. Он такой, да, я вот этот хочу за 100 тысяч, так вы хотите не тоненький, а толстенький. Он говорит, да, толстенький. Так как я же их поменял. Человеку, что важно было, имидж, чтобы его хорошо обсуждали. Так как это было лето, он подумал, что я продавец консультата.